не захотела краситься думаю ну я губами все это обыграю губами затмлю до губы у меня как раз только поела все стерты и сейчас она будет что-то там будет жуткое со мной сотворять ну что начнем ладно хорошо ну или ватсапе написать не деться созвонимся и все дела и вот такая вот штучка такая маленькая хорошенькая мне нравится всем добрый день мои хорошие уже даже не утро уже первый час поэтому говорю добрый день сегодня у нас пасмурно туман немножко уже рассеялся более менее утром туман был вообще даже вот соседнего корпуса почти не видно дождик моросит небо серое серое хмурое хмурое хана моей прически но прическа это конечно громко сказано и я сегодня голову помыла уложила волосы как обычно их укладываю вытягиваю потому что но вот эти кучеряшки она прикольно когда дома сидишь но я во первых гости сегодня собираюсь а во вторых волосы когда они вытянуты они более кажутся такими послушными что ли как бы шелковистыми а когда вот эти вот волны так возьмешь как будто мочалка какая-то не но иногда когда дома сижу вот например сейчас до самоизоляции собственно укладываться как бы особо и ни к чему в завитушки завитушки но так как я собралась гости я уже волосы вытянула на улице влажность повышенная при повышенной я только выйду на улицу и у меня так будет уже потом но уже не обращайте внимание такие волосы что будет то будет вот но и как вам уже сказала собираюсь дочки мы с ней же созвонились она меня в гости позвала и в общем то она сейчас свои дела поделает заедет за мной заберет меня по пути зацепит и поедем к ней а чем мы там будем заниматься увидите позже кстати я делала такую вот кофточку блузочку яркую симпатичную эту кстати мне дочка дарила это вот с таким вот видите с таким вот жирафчиком симпатичным вот потому что на улице несмотря на то что высокая влажность там тепло сейчас 13 градусов 15 будет днем и при том что я в основном машине буду когда сверху еще куртка но очень жарко внутри поэтому я решила по футболочку одеть легкую такую с коротким рукавом под корточку и тогда будет нормальненько мне вот но сейчас я собираюсь и в общем-то выдвигаюсь уже скоро ну что девочки я вышла на улице дождик идет я взяла сумку так дочь а скоро подъедет вот вы у меня спрашивали да зачем я сумку такую большую купила а вот за этим и купила так я тут немножечко притормозила увидела нашу почтальон что вас просила у него кое-что так и в общем-то двигаюсь ближе к проспекту я сейчас двигаюсь к ларючку я хочу внуку купить каких-нибудь фруктов ну и внуку и нам в общем неудобно девочки и снимать одновременно и зонтик держать ну конечно влажность высокая моей прическе сейчас придет просто хана будет неизвестно что на голове ну поэтому не обращайте внимание на голове будет на фоне знаете такой пушистый припушистый привет улице я хоть блин в коем-то веке более менее прилично выгляжу в твоем влоге да да ты симпатично выглядишь и сегодня стрелочки нарисовал коричневые а я делаю яркую кофточку которую ты мне жирафчиком дарила и решила яркие губы красить не захотела краситься думаю ну я губами все это обыграю губами затмлю да ой слушай на тебе надо еще один лайфхак испытать у меня сейчас рубрика новая лайфхаки появилась и там короче так прикольно красишь короче губы потом их открываешь они вот такие дела сделай в свое видео кусочком ставлю тебя на за не знаю посмотрим как мне кажется будет весело но я бы во всяком случае посмотрела бы как тебе такой лайфхак ну посмотрим ну чё я пошла за бургером давай денька тут сидите давай дождите меня меня скажи девочки привет девочки дочка заказала бургер и там какие-то фирменные что-то такое интересное в общем она пошла забирать пока заказ мы пока ждали заказ и тут сидели болтали с ней томасем за сумку заговорили вот я сейчас дочке собралась и вот эта сумка спортивная когда вы мне кто-то писали зачем вам такая огромная сумка девочки она полная это я собралась дочке а что я туда там по наложила во первых зонтик сейчас дождь идет так что там еще как кошелек там очки халат потом там пакет у меня там блокнотики одну бумажки нужны какие-то бумажки блокноты лежат что-то еще так косметичка потом вот это вот у меня тут лекарства разные знаете там от всего от того от всего нужно и даже я взяла представляете взяла стойку маленькой так и сложила потому что у дочки я не знаю там она где-то может быть и есть но чтобы она не искала стойку мы там может немножечко еще поснимаемся вот она маленькая обезьянка что-то стесняется сниматься у меня вот так что все нужно все в хозяйстве пригодится сейчас мы забираем вот эти бургеры и едем уже к дочке на улице прям так сыро так неуютно вообще кошмар хочется уже куда-то в помещение зайти ку-ку дэнни ку-ку кто-то спрятался стесняется не хочет сниматься дэнечка обезьянка маленькая покажи носик покажи носик выключаю хорошо как скажешь дорогой все мы пришли сейчас руки помыли до дэнни тут вот радуется прирадуется да радуется что бабушка пришла котики вот они бантик привет привет милочка милочка кошечка выросла вот такой вот новый интерьер у дочки кто не видел посмотрите вот интересные такие обои они как ткань такие уютик такой создают да и вот мне нравится вот это вот такой ковролинчик здесь вообще очень уютненькая зона так пойдем посмотрим посмотрим на меня я вот здесь вот такой вот блузочки в джинсиках я сейчас переоденусь одену что-нибудь полегче так ну тут день к подроски дал не буду снимать все будем кушать час да милочка нет это милочка кошечка интересует тема и лапушка бабушкина косточка такая это чё сейчас будем вкуснятина кушать так где я тут сядю да да вот он не сидит я щас волосы соберу на так мне надо буху чуть-чуть дай салфетку Ух, ничего себе, ничего себе, надо поближе, да, поставить? Да, поставила. Эй, гайорка, мы тут, мы тут, мы тут едим. Мой, блин, он такой сытый, мам, даже половины много, я уже 20 раза укусила, и я нанялась. Меня поближе, чтобы меня... Ты же красивее. А, мам, ты же меня красивее, тебе надо поближе. Да, это, я вся в тебя, на тебя похожа. Ой, я честно, ну ты помоложе же. Я, честно говоря, не знаю, как, это надо проткнуть, да? Или уже там все, а, это уже проткнуло. Да, все проткнуто, да. Вот это надо брать, вот так вот есть. Вместе с палочкой, не без палочки. Я убрала. Понял. Так, ладно. Как вкусно пахнет. Ой, ну это я буду сейчас есть, в общем, не знаю даже как. Рот настолько у меня не откроется. Но похоже, что красиво. Ой, течет, вкусно-то. Я наелась уже. Даня, а ты что не кушаешь? Даня, у тебя тоже такая бука есть. Ну, кушай гамбургер с нами. Давай с нами кушай. Бери гамбургер, съешь с бабушкой вместе. Ой, я, наверное, и не съела, если бы. Да, я все же говорю, наелась уже. Очень-очень сытно. Зачем мне такие большие гамбургеры? А зачем сверху? На двоих. Просто-просто зашибись. Ну все. Поедим без камер дальше. Аккуратно. Такой бургер вообще невозможно есть. Да. Девочки, сила, я на эксперимент к дочке. Губы у меня как раз только поела. Все стерты. И сейчас она будет, что-то там будет жуткое со мной сотворять. В общем, заходите к ней на канал и посмотрите. В одном из лайфхаков мы будем увеличивать губы вот так вот. Посмотрим, как на ней лайфхак работает. Вот такой вот будет кошмар. Все нормально будет. Ну, мы с дочей сегодня разошлись, да. Все сразу в один день. Все сразу в один день, да. Ну, что, мы решили внешность свою привести в порядок. Сейчас дочка мне порядок наводила, там экспериментировали на голове. А сейчас я буду экспериментировать на ее голове. Да, новая краска. Халатик. Новая краска, да. Буду красить сейчас ее здесь. Вот. Так что мы сейчас уже и макияж, и прически мне делали. Посмотрите все потом. Ну что, начнем. Начнем. Вау. Красоту. Все, сейчас буду курушки подкрашивать. Корни отросли, да нельзя вообще просто. Я так никогда не отпускала. А как мы это будем делать? Заходите на канал Дочки. Я ставлю ссылочку у себя на... В описании, на подвидео. Да, в описании. Да. И посмотрите, что мы тут будем сейчас делать. А там унитаз. Ой, ну ничего страшного. Он симпатичный, моднячий. Да, все, ну приступим сейчас. Мама Челли нашла прекрасный фон. Ну а Челли, классный ракурс. В общем, меня идем мы провожать. Да. Отвезет меня домой. А что вам не изменилось? Напишите в комментариях. Да, да, да. Мне кажется, я стала... Прекрасно провели время. Скажи. Да. Привет, Ильич. Приезжай чаще в гости. Давай. Ну как позовешь, так приеду. Потому что мы все заняты. Если ты занята, значит я не приеду. Ой, да я всегда занята? Не знаю, не знаю. Ну вот, ты не будь как неродная, понимаешь? Ты звонишь, у тебя свободное время есть. И говоришь, что у меня тут время свободное. Что делаешь? А я может скажу, давай ко мне. А, как неродная. Нет, я просто могу позвонить. Но ты тоже иногда звони. И когда там у тебя есть свободное время. Потому что у меня свободного времени больше. Ты сама понимаешь, да? Ой, тебе как-нибудь позвонишь, что я всегда занята. Да ладно. Да, ты говоришь, мне всегда есть чем заниматься. У меня тут все... Нет, я имею в виду к тому, что как бы я себе работу найду. Но у меня такая работа, которую просто я нахожу, понимаешь? А как бы это не срочно, а уборочно. У меня Настя даже, ну она же у меня не каждый день. Но это редко бывает каждый день. Когда там у Наташи что-то с графиком, с движением какое-то сдвиг. А так-то нас все забираю вечером в основном, кроме субботы. Короче, тебе если скучно, ты просто тоже звонишь. Так что это самое. Если что, я просто без приглашения не люблю в гости ходить. А это понятно, но если тебе будет скучно, ты звонишь тоже. Ладно, хорошо. Ну или в WhatsApp написать нужно. Созвонимся и все дела. Вот, так что не переживайте. А то кто-то там пишет, переживают, что мы там с дочкой редко видимся. Почему я в гости редко хожу? Да, пишут в комментарии, почему я к дочке редко стала в гости приезжать. То есть вообще давно не была или что-то такое. Вот, так что... Дела, дела. Все деловые, все занятые. А при том, что сейчас, девочки, ну пандемия сейчас, что вот это по гостям сильно ходить? Мы-то общаемся по телефону, сучу связались, да? Ну вот сегодня нам обоим было нефиг делать. Встретились. Ну и поснимали заодно вам. Так что вам теперь есть, что посмотрите на моем канале и на дочкином канале. Нет, как это нефиг было делать. Мне всегда есть, что делать. Ну и мне тоже. А я просто сегодня освободила день для мамочок. Очень большое тебе спасибо, что ты нашла для меня время, для меня целый день. Всегда бы жаловала. Вот. Ну все, девочки, на улице целый день полоскает дождь. Погода, конечно, фу. Но мы сегодня прекрасно провели время и, в общем, подняли себе настроение и старались поднять настроение вам. Но сейчас мы выдвигаемся уже, все, едем, едем. Да, выключаем солнце. Ну вот я и дома, мои хорошие. Меня доставили до самого подъезда с вот такой коробкой Фаберлик. Мы с дочкой решили сразу заехать и забрать наши заказики. И очень даже здорово, что я уже с заказиком пришла. И сейчас я вам покажу, что я заказала новенького. Заказ у меня небольшой, но кое-что новенькое я заказала. Я вам хочу сказать. Так, с чего начнем? Давайте я новенькое оставлю напоследок. Пока покажу вам то, что не очень новенькое. Значит, концентрированный гель для мытья посуды. Я взяла на этот раз вот такой лесная малина. Два в одном. Пользуюсь постоянно вот такими. Ну только разные там запахи меняю и все. Так, вот такой вот гель для мытья посуды. Дальше гель-скатка для лица. Да, недавно у меня гель-скатка был, я заказывала. Но я его отдала Наташеньке, своей невестке. Ей очень нравится скатка. И заказала себе еще один. Но у меня тот еще не закончился. Он уже как бы заканчивается, но еще не закончился до конца. Так, и смотрите, что еще я заказала. Вот такой вот календарь. Я люблю календарь такой, который на квартал, квартальный. Вешаю на стенку, чтобы были крупные такие циферки. Хорошо, чтобы было их видно. Видите, да? Вот. И, в общем-то, заказала вот такой вот календарик. Ну, я заказала их два. Они недорого стоят, на мой взгляд. Один себе, а другой на подарочек. Так, и еще вот, что я заказала, наконец-то. Гречишный чай. Кто-то писал мне в комментариях, закажите гречишный чай. Ну, только там с вишней мне порекомендовали. Но с вишней не было в наличии. Пока я заказала то, что было в наличии. С какао-крупкой. Гречишный чай с какао-крупкой. Вот такой. Ну, попробую. Вообще, кто-то писал, что гречишные чаи все очень вкусные. Но я, честно говоря, еще ни разу не пробовала. Поэтому у меня будет повод попробовать. Но я в этом видео пробовать уже не буду. Я в других своих влогах попробую. И с вами обязательно поделюсь. Понравилось мне, что оно на вкус и так далее. Ну, и, наконец-то, давайте приступим к главному, что я заказала. Вот, девочки, аромодиффузор заказала. Это ультразвуковой аромодиффузор для эфирных масел. Давайте мы его раскроем. Он такой вот небольшой по размеру. Так, что я успела уже почитать. О, что он через USB подключается. Вот такая инструкция здесь есть. Ну, и на коробке тоже написано. В принципе, даже схемка нарисована, как это все, как им пользоваться. Сейчас я покажу. Вот такой вот провод. И вот такая вот штучка. Вот такая маленькая, хорошенькая. Мне нравится. На конечках. Вот, ну, я так поняла, что его можно... Эфирные масла туда капать. Водичку и эфирное масло добавлять. А также можно его просто водичку, как будет, как освежитель воздуха, увлажнитель воздуха. Вот, поэтому я такую штуку хотела, при том, что очень он компактный, очень такой маленький. А у меня небольшая площадь. И, кстати, мне как раз такой подходит. Вот сюда вот раз открыли, водичку сюда налили. Капнули от одной до трех капель масла. И все. И вот тут кнопка включить. Так. Но надо еще инструкцию почитать, посмотреть, где тут подключать. А, вот она штучка. Вот здесь вот включить этот провод. И в USB. Так, все очень хорошо, очень здорово. Вот, видите, арома написано. Заказала я два масла. Там было четыре, но я из них заказала два. Самое главное. Значит, Energy и Relax. И вот я вам скажу, что Energy поднимает настроение. Значит, здесь Energy. Это можно будет утром, чтобы поднять настроение и какой-то вот работоспособность, чтобы увеличилась. И можно будет включить утром такую. А вечером, допустим, релакс. Ну, или от настроения, чтобы зависело. Да, зависит от настроения. Так, Energy у нас в состав входит. Лепсея, пятигрейн и мандарин. Ну, я так посмотрела, что вроде бы такой состав должен быть неплохой. Да, и решила заказать. Вот, написано. Снижает усталость и повышает настроение. Это же очень важно. Увеличивает работоспособность и улучшает восприятие информации. Придает ощущение легкости и радости. Вот, я поэтому и заказала. Вот это прочитала. Думаю, как раз для настроения. Для хорошего настроения и для работоспособности. Монтировать видео сяду и буду как раз вот такой включу. И будет у меня сразу работа мысли пойдет вперед, да. И вот заказала релакс. Релакс тут входит, что лимон, бергамот, сосна, можжевеловые ягоды, кедр, виргинский. И что он дает? Помогает снять напряжение и способствует эмоциональному равновесию. Успокаивает разум и чувство. Помогает восстановить жизненные силы. Вот это как раз будет на вечер у меня. Я думаю, что этих двух масел мне пока на первое время хватит. При том, что туда капает всего там одно, две, три капельки. А здесь такой пузыречек, что здесь будет капелек еще много. Ну, в общем, я думаю, что это все мне очень даже, очень даже, очень даже кстати, да. Ну что, давайте, наверное, попробуем сейчас включить. Так как сейчас уже вечер, дело к ночи. И включу я сейчас релакс туда, накапаю и включу, и посмотрим, как он работает, да. Да, и я же вам еще, наверное, не показала. Новый каталог, вот так вот он выглядит. Здесь уже к Новому году у нас уже подготовочка идет. Новогодний переполог. И, в общем, все, что можно купить к Новому году в этом каталоге уже мы можем найти, да. И каталожный период, этот 17 номер каталога с 22, 11 по 05, 12, по 05 декабря. Вот так. Тут уже много будет новогодних скидок и игрушки, я думаю, тут, наверное, будут. Ну, в общем, много чего интересного будет новенького. В общем, посмотрим, это уже будет каталог на следующий раз заказывать. Ну, а сейчас давайте включим аромодиффузор. Так, ну что, девочки, почитала я сейчас инструкцию. Инструкция на русском языке. Все довольно ясно и понятно. В общем, все мне понятно. Хочу вам показать, как это все выглядит изнутри. То есть, вот тут такая емкость, и вот тут написано максимум. Это максимум воды, то есть, по эту черточку наливать. Ну, вот это распылитель тумана. Надо, чтобы вода только не попала сюда, воздухоотвод. Дальше здесь вот такие просиликоненные ножки, чтобы она не скользила. Вот это вот вход шнура здесь. Вот. Шнур довольно длинный. Примерно где-то метр сорок. Ну, примерно вот метр сорок. На глаз я посмотрела, не измеряла. Может, полтора метра. Ну, довольно длинный, в общем, шнур. Вот. Шнур надо подключить сначала к питанию. Сейчас я его подключу. Это здорово, что шнур длинный. Что-то тут у нас спикнуло. Ну, ладно, хорошо. Так, нальем теперь водички сюда. Сначала надо водичку налить. А потом уже масло. Масло капнуть надо не больше трех капель. Раз, два. Ну, два. Две хватит для начала. Потом посмотрим. Может быть, надо будет больше, а может быть, меньше. И аромадиффузор должен работать не больше 30 минут. Если там вода заканчивается, если воды мало, то он автоматически отключается. И это очень хорошо, что он не сгорит, не перегорит. Вот. И еще тут, я так поняла, есть какая-то подсветка. Ну-ка посмотрим. Вот это вот включить. Ух ты! Зелененький. Семь цветов. Разные. А, теперь он голубенький, бирюзовый. Ой, ну это классно, здорово. Надо свет выключить и посмотреть. Ой, я вижу, уже пошел пар. Вам видно, девочки? Видите? Ух ты! Классненько. Ой, да это же еще и как светильничек. Сейчас выключим. Симпатично смотрится. Ой, а запах какой приятный пошел. Ой-ой-ой-ой. Классно, девчонки. Мне это уже нравится. Дима носит. Ой, просто, я не знаю, балдеж. Ой, я так рада, что я взяла вот эту штуку. Я прямо очень довольна. Ну все. У меня теперь новая игрушка появилась. Классно. Ой, ну что я вам скажу, девочки. Я очень довольна вообще вот этим вот аромодиффузором. Класс. И вот то, что и освежитель воздуха как бы появился у меня, да. И в то же время такая подсветочка классная. И вот эти эфирные масла, они такие, ой, какие они классные. Вообще, все прекрасно. Вот теперь я буду релаксировать вечерами и сбадриваться утром. Все, мои хорошие. На этом я хочу видео свое закончить. Видите, я с корабля на бал зашла, сразу глянула. Сегодня прекрасно выгляжу. Мы с дочкой там наэкспериментировали. Отдельное видео еще я сняла. Выйдет у меня, скорее всего, вот этот влог вперед. А после него уже выйдет то видео там, где мы экспериментировали с моей внешностью. Вот. И все. На этом я хочу с вами попрощаться. И хочу вам сказать тем, кто писал мне в комментариях, почему к дочке редко стали ездить девочки. Ну, вот еще раз я вам скажу, что я, во-первых, не люблю, напоминаю, что не люблю ходить по гостям к дочке, там, к своим детям или кому-то близким, родным. Я могу в гости приехать тогда, когда меня позовут. То есть, если у меня никаких срочных дел нет, если меня приглашают в гости, то я могу приехать. Но если все мы заняты, то, в принципе, вполне меня устраивает связь по телефону. Мы можем созвониться, списаться по WhatsApp и поддерживать связь. Таким образом общаться, ничего страшного нет. Сейчас такое время, все заняты. И что, прекрасно с дочкой время провели мы сегодня. И на ее там влоге что-то там наснимали для нее, на ее канал, и на мой канал. В общем, все прекрасно. Заходите, смотрите. Ссылочку, я напомню, я ссылочку оставлю на дочку в описании. Это если кто-то не знает, какой у нее канал, как туда пройти. Заходите, посмотрите. В общем, у нее очень много тоже интересных видео, познавательных есть и веселых. Вот. В общем, прощаюсь я, девочки, с вами. Все никак не попрощаюсь. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Приятно мне читать комментарии, когда у меня комментарии поддерживающие. Мне настроение, я сегодня старалась вам настроение поднять. И если кто-то в комментариях пытается мне настроение поднять, это получается взаимообмен хорошим настроением. Это очень классно, очень прекрасно. Настроение у меня сегодня, правда, классное, отличное. В общем, ставьте лайки, кому понравилось видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok